два топ способа настройки таргетированной рекламы вконтакте привет меня зовут макс бондаренко и в данном видео мы с тобой рассмотрим следующий этап настройки таргетированной рекламы вконтакте и настроить эффективно на горячую аудиторию предыдущем видео если ты его еще не видел мы там детально с тобой рассмотрели как правильно сделать текст как спарсить конкурентов как на этих конкурентов настроить таргетированную рекламу как подготовить креатив и в какой программе так что обязательно по ссылочке сверху или в описании к этому видосу смотри первую часть настройки видео про таргетированную рекламу во вконтакте в этой части мы не будем с тобой рассматривать как там сделать текст или как сделать креатив мы будем рассматривать только настройки внутри рекламного кабинета которая работает очень хорошо погнали и так быстренько заходим на свою страничку вконтакте заходим в рекламный кабинет для того чтобы нам начать настраивать таргетированную рекламу нажимаем суда на кнопочку создать объявление здесь в оптимизации вы сильно не заморачивайтесь и выбираете переходы по рекламе выбираем универсальную запись и нажимаем создать запись конечно же заранее подготовленный текст вы сюда и вставляете вот я сюда заранее подготовленные текст вставляю и конечно же ссылочку ну давайте представим что я настраиваю таргетированную рекламу на свое сообщество да и пожалуйста ссылочку я сюда вставляю убираю и заранее конечно же я подгружаю наш креатив вот он наш креатив давайте с вами пофантазируем и будем настраивать рекламу на фитнес-проект непосредственно в городе например красноярск да вот она наша скидочка на абонемент и нажимаем создать и так текст у нас с картинкой и с нашим у т.п. конечно же готов опускаемся ниже здесь раз у нас нишевой проект да мы конечно же выбираем наш город ну давайте на примере вот этого города вам покажу да россия красноярск нам нужны только женщины до возрасте например от 18 до но это наша целевая аудитория до 40 наверное 5 лет этого будет достаточно так опускаемся ниже и так здесь и начинается самое интересное настройки о которых я вам сегодня и хотел друзья рассказать первой части нашего видео обязательно посмотрите там я детально рассказал в какой программе подготовить креатив какой текст по какой формуле этот текст подготовить как это все сделать и как настроить рекламу на аудиторию как ее спарсить и настроить рекламу во вконтакте на аудиторию конкурентов в данном видео мы с вами будем рассматривать нечто похожее и аудитория будет тоже горячая но мы эту настройку будем делать по ключевым фразам нажимайте Вот сюда, да, если у вас закрыто, вот сюда нажимаете и сюда, то сюда нужно вбить. Значит, сюда вы вбиваете горячие запросы по вашей тематике. Что такое горячий запрос? Это тот запрос, который человек может искать здесь и сегодня, сейчас в этой геолокации, который подразумевает под собой продажу или покупку вашей услуги или вашего товара. Обычно такие фразы вбивают со словами «купить», «цена», «стоимость», «заказать». И, например, раз у нас «фитнес», мы можем вбить такую фразу, как «купить абонемент фитнес». Такую фразу и пишем. Абонемент фитнес. После того, как мы ввели эту фразу, нам автоматически здесь сам ВКонтакте подыскивает похожая фраза на нашу ключевую фразу. И как только здесь это обновится, мы можем туда зайти и посмотреть, что он все-таки нам подобрал. И мы из этих фраз можем с вами выбрать похожие нужные нам фразы. Также мы с вами можем взять такую ключевую фразу, как «цена», «фитнес», «стоимость», «фитнес». И также ВКонтакте начинает искать похожие фразы. Нажимаем сюда и ищем, смотрим точнее «фитнес», «удобно», «скидка», «фитнес», «фитнес-клуб», «фитнес-клуб» «купить». Можем здесь «фитнес-клуб» «цены» взять, «фитнес» «стоит», «фитнес» «это», «3D фитнес», «наш фитнес». Фитнес «фитнес» у дома в принципе нам тоже подходит, да, не нужно выбирать очень узкие фразы и берите, ну в принципе нормально таки фразу, вот по примеру такого «фитнес» у дома, сколько фитнес стоит, скидка «фитнес», да, потому что у нас есть скидка на наш абонемент, мы можем эту фразу взять. После того, как мы еще подождали показать рекомендуемые фразы, и они опять немножко обновили, цена абонемента «фитнес» нам подходит, фитнес, тренировки «фитнес», год «фитнес», абонемент на «фитнес» со скидкой нам подходит, стоимость абонемента нам подходит. Так мы смотрим, уже 1200 человек за последние 12 дней искали вот эти вот фразы, точнее искали «фитнес» в нашей локации, по нашему возрасту женщины за последние 12 дней. Здесь вам виднее, какой период поиска выставить, потому что вы должны понимать, какой цикл сделки в вашем проекте. Я возьму за последние 30 дней, поставлю и здесь мы увидим, что целевая аудитория уже 2800 человек. Давайте еще посмотрим, какие есть фразы. «Фитнес» абонемент на месяц, «фитнес-клубы», «абонемент фитнес-зал», ну тоже нам пойдет, «фитнес-тренировки», «онлайн-фитнес», «абонемент тренажерный зал», «фитнес», ну давайте вот так вот, «фитнес-тренировки», «фитнес-клубы», «фитнес-клубы» нам тоже подойдут. Давайте сейчас посмотрим. 4500 человек, это нормальная аудитория, это не маленькая аудитория для данной настройки. И дальше вам покажу, как можно избежать ненужных каких-то клиентов, которые к вам придут, почему эта реклама будет работать как почти горячая. Есть вкладочка «добавить исключение». И сюда вы включаете слова, которые ищет человек, но они вам не подходят, например, «недорого». Нас эта фраза не устраивает, люди, которые искали недорогой фитнес, они у нас отваливаются. Например, картинки, например, кто-то мог искать, фото какие-то ненужные, бесплатно, например, вот эти все слова мы сюда вбиваем. И здесь смотрим, но у нас пока что целевая аудитория не уменьшилась. Давайте вот отсюда. Мы можем вот так бесплатно тоже вбить это слово. И видите, у нас аудитория уже уменьшилась на 400 человек. «Фитнес-зал», «фитнес-так». Отсюда вы можете, кстати, тоже посмотреть и убрать именно ненужные какие-то фразы, которые вы считаете, что они вам не подходят. Таким образом, поиграйте с ключевыми фразами, уберите ненужные и можно приступать к дальнейшей настройке. Опускаемся ниже. Значит, здесь в аудиториях ретаргетинга пока что мы не ставим. Аудиторию ретаргетинга что мы сделаем? Нажимаем «Создать новую», собираем все позитивные действия, весь позитив пишем. Также добавить новую аудиторию и здесь «Создать новую», и здесь пишем все негативные и пишем весь негатив «фитнес». Давайте я возьму вот так вот, напишу. «Конверсии» здесь вы выбираете время, меня устраивает время показа моей рекламы. Вот так вот. Обратите внимание, что время показа по МСК, подстройте, пожалуйста, под свой регион, под свой город. Давайте я здесь напишу «тест». «Оптимизация бюджета компании вам не требуется». «Автоматическое управление ценой» можете пока что ставить и ставить дневной бюджетом 300 рублей, например. Этого будет достаточно. Здесь галочку эту, конечно же, отключаем, ставим вручную и показывать рекламу только во ВКонтакте. Давайте еще раз все проверим. Отлично, отлично, все загрузили. Нажимаем «Создать рекламное объявление». Само объявление уходит на модерацию, когда мы нажимаем кнопочку «Запустить», нажимаем «Остановить». Нажимаем кнопочку «Редактировать». И еще раз возвращаемся, сделаем нужную нам настройку. Опускаемся до вкладочки вот сюда за исключением и исключаем весь негатив. Отдельно в эту вкладочку мы собираем все негативные действия в этой рекламе, которые люди будут оставлять. Это скрытие различные, негатив, жалобы, негатив. Они все собираются в эту отдельную аудиторию. И мы их исключаем из рекламы, чтобы людей не доставать этой рекламы. Дальше опускаемся ниже и сохраняем эту рекламу. Таким образом, после того, как реклама проходит модерацию в течение 24 часов, данная настройка сама запустится. И поверьте, эта настройка дает очень неплохие результаты. Давайте я вам покажу на примере другой рекламной кампании. Это другой проект, чтобы вам наглядно показать результаты. Пожалуйста, у нас откручивается по 100 рублей. Вот открученные бюджеты. Вот, пожалуйста, сетиары. В принципе, очень даже неплохие. Стоимость клика. И самое, что интересно, сообщение 13, 28, 18, 33. И вот оно, стоимость сообщения. Это заявки, приходящие в проект. И они достаточно теплые. Вне зависимости от того, сколько человек вступает. Причем, стоимость вступления достаточно дешевая по современным меркам. Количество заявок тоже уже приличное. И они все стоят практически. Все меньше 400, даже 300 рублей. Это очень достойные результаты. И эта настройка таргетированной рекламы ВКонтакте называется по ключевым фразам. Обязательно этим пользуйтесь. Также, друзья, если вы хотите получить дополнительные видосы с различными фишками, лайфхаками, как развивать личный бренд, как там составить контент-план в других социальных сетях. И во ВКонтакте, в том числе, по ссылочке в описании к этому видео, переходите, забирайте бонус совершенно бесплатно. С вас столько лайков с этому видосу. Ну и напишите в комментариях, с чего вам было интересно посмотреть про настройку таргетированной рекламы во ВКонтакте. Я обязательно учту ваши пожелания и сделаю новое видео. А сейчас пока переходи и забирай этот бонус. Отлично, мы с тобой разобрали первый способ. Теперь переходим ко второму способу настройки таргетированной рекламы во ВКонтакте на достаточно теплую аудиторию. И эта настройка тоже работает эффективно, но позже я тебе расскажу, что главное, чтобы у тебя уже было, для того, чтобы эта настройка работала хорошо. Также заходим в рекламный кабинет, создаем объявление по такому же принципу. Еще раз повторю, если ты не видел первый видос, обязательно переходи его и посмотри. Там я все рассказал, как составить текст, сделать картинку. Нажимаем переходы по рекламе, универсальная запись и по такой же аналогии создаем наш креатив. Итак, я все подгрузил, нажимаю создать кнопочку и здесь опускаемся. Также мы возьмем наш проект, что он у нас направлен локально. Мы выбираем наш город. Так, выбрали, также выбираем женскую аудиторию. Ну давай еще раз, от 20 до 45. Нужно было в принципе просто скопировать настройки. Значит, подписчики, ключевые фразы мы в этом случае уже, конечно же, не трогаем. Мы здесь сразу выставляем за исключением весь негатив, чтобы мы не забыли. Также мы создаем, точнее ставим сюда уже аудитории, которые мы уже заранее создали. Точнее из предыдущего способа. Также весь негатив, все негативные действия тоже мы сюда собираем, выставляем время. Мы также выбираем нашу компанию. Ты можешь новую создать, можешь в это уже направить. В управлении ценой также мы ставим 300 рублей. Также выключаем эту настройку и ставим настройку вручную. Пока только во ВКонтакте. Все отлично, все супер. Теперь мы возвращаемся наверх. И здесь есть такая галочка подобрать заинтересованную аудиторию. И ставим эту галочку. И здесь ты сейчас увидишь, что есть целевая аудитория в 200 человек. Не пугайся, если эта аудитория будет небольшой. На самом деле, что делает ВКонтакте? Он берет всех людей, которые взаимодействовали с своим сообществом. Тех же твоих подписчиков, людей, которые приходили, лайкали, комментировали твое сообщество. Как с ним взаимодействовали, писали сообщения. Он берет эту аудиторию, анализирует эту аудиторию и создает похожую на эту аудиторию. И именно эти похожие и есть эта аудитория. Именно поэтому большой аудитории у тебя никогда не будет. Но эта настройка будет работать лишь в том случае, если ты в свой паблик, в свою группу, короче, в свое сообщество заливал только нормальный трафик. Только целевую аудиторию, которая реально интересовалась твоими товарами или услугами. Если у тебя были какие-то накрутки, гивы, из каких-то лайк-чатов тебе кто-то приходил, эта настройка не сработает. Можешь даже не пробовать. Но если у тебя был чистый трафик, нормальные люди приходили к тебе в сообщество, эта настройка даст тебе определенный результат. После того, как ты настроил это все, просто опускаемся ниже, нажимаем кнопку создать объявление, отправляем на модерацию и после модерации объявление начнет крутиться. Кстати, если вдруг ты еще не подписан на мой телеграм-канал, в котором я выкладываю достаточно много различных лайфхаков по работе с разными социальными сетями и этот материал я не выкладываю нигде, обязательно переходи, подписывайся на мой телеграм. Ну и если вдруг тебе удобно, ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте, там тоже есть интересные материалы. Обязательно пиши в комментариях к этому видео, что же тебе было непонятно из настройки таргетированной рекламы во ВКонтакте. Может быть тебя заинтересовали какие-то темы, которые стоит раскрыть по настройке таргета в ВК, и обязательно пиши про эти темы, я буду снимать отдельные видосы. Я жду тебя в комментариях, подписывайся на этот канал, ставь лайк и обязательно жди новых видео. С вами был Макс Бондаренко, до новых встреч, увидимся!